Его Величество Ф. Выставка с таким названием открылась в Новочебокстарском музее краеведения и истории города. Это первая экспозиция в Чувашии, посвященная истории футбола. В преддверии чемпионата мира посетителям покажут и расскажут, какую форму носили футболисты раньше, что они надевали вместо бутс и как выглядел футбольный мяч в начале 20 века. История чувашского футбола начинается в городе АллатРь. Там в 1911-1912 годах организовались первые команды «Вега», «Стрела», «Люцифер». Вот он, футбольный мяч того времени. Знаменитые кожаные мячи со шнуровкой. Для того, чтобы его накачать, шнуровку нужно было размотать, вытащить камеру, надуть, потом обратно вставить. Подобными мячами играли и самые первые команды, и вплоть до 40-50-х годов 20 века. О специальной обуви для игры в футбол в те времена даже не мечтали. Гонялись за мячом даже босиком. Так выглядели кубки, футбольные трофеи разных времен. На выставке много фотографий. Это первый почетный член Федерации футбола «Чуваши» Анатолий Финогенов. Известнейший игрок, тренер. Футбол – это вся его жизнь. Он вложил душу в это. Долгое время играл за команду «Волга», потом за команду «Мастеров сталь», был тренером. Потом опять перешел в «Волгу». И сейчас на тренерской работе воспитывает молодежь, подрастающую смену. И он очень много сделал для создания этой выставки, много материалов. Передал трофеи в кубках различных. «Спутник», затем «Химик» – первая новочебоксарская футбольная команда. Она фигурирует в розыгрыше кубков чемпионата «Чуваши» с 1963 года. Хотя город только начинает строиться. С 1973-го появляется легендарная команда «Заря», в которую из Тамбовской области попал полузащитник Анатолий Кирсанов. И сейчас он тренирует футболистов в новочебоксарской спортивной школе номер один. Сегодняшний футбол очень отличается от футбола прошлого, говорит полузащитник. «Ну, в наше время, ну и массовость была в футболе. Каждый завод держал команду. Это было на молодежь, очень много обращали внимания, на молодежь. Это в те времена, в советские времена. И каждый завод, вот у нас, я приехал в 1976 году здесь, каждый завод имел команду на перемене республики. Играло 14-16 команд. В музее даже подготовили стенд, где посетители смогут записывать результаты игр команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с 14 июня.